друзья всем привет и сегодня поговорим о том как попытаться с помощью того что мы едим минимизировать риски по здоровью настолько насколько это возможно самое главное что нужно понимать с точки зрения здоровья это то что введение полезных привычек это очень серьезная превентивная мера и проактивная мера нереактивная поздно пить боржоми когда почки отказали отличная иллюстрация того как все обстоит на самом деле вся современная медицина работает с некими результатами с тем что уже случилось выросла или отвалилась и к сожалению зачастую симптомами они с причинами если вы курили и словили онкологию легких то связь очевидна она прямая будет печально но совсем не удивительно если рак молочной железы то связь косвенная печально и удивительно хотя можно было и не курить но если не курили и не заболели то это уже нечто само собой разумеющиеся некая часть нормы даже голову не придет себя похвалить не будет повода чтобы подобное пришло в голову мы склонны видеть некие уже случившиеся события например очевидной промажки чиновников и тут же вешать ярлыки на козлов отпущения но когда работа делается хорошо и в срок этого просто никто не видит жизнь идет и никто не восторгается в книге талиба черный лебедь автор осуждает о событиях 11 сентября 2001 года в сша когда террористы направили самолеты на башни-близнецы в нью-йорке такого никто не предвидел после случившегося меры безопасности серьезно усилили но если бы кто-то такой вариант предусмотрел заранее ему бы не поверили а превентивные меры вроде бронированной двери в кабинете пилотов или вооруженного сотрудника службы безопасности на борту казались бы абсурдными неоправданными и конечно экономически невыгодными не говоря уже о том чтобы серьезно усилить меры безопасности в аэропортах что и произошло по всему миру в итоге такое предложение привело бы к краху карьеры политика предложившего нас только породы параноидальные меры и никто бы не увидел в нем никакого толка так как преступление бы не случилось резонанса 0 а значит и деньги налогоплательщиков просто уйти улетели бы в никуда питание и тренировки даже вопросов красивой фигуры не приносит сиюминутных результатов это всегда нечто отложенное во времени настолько что уже нет радости от достигнутого ибо пока делал эту форму появились уже следующие цели а до них пахать еще годы и годы и все же смысл есть и он велик мне попалась на глаза занимательная инфографика наиболее частыми причинами смерти в 1900 году в сша были туберкулез пневмония и диарея развитие медицины справилась ситуации и теперь тройка лидеров это сердечно-сосудистые инсульты и онкология с которой тоже справляется справляемся сильно лучше если вовремя успеть ее поймать но когда что-то из этого уже выстрелила медицина вручает но вернуть к норме уже особо не может более того по этим факторам а также по развитию диабета и психических расстройств прогнозируется рост с одной из актуальных задач в чуть более развитых странах теперь является как уберечь долгожителей от деменции и альцгеймера таким образом на повестке теперь области требующий превентивных мер изменения образа жизни раз уже заговорили а вот исследование прямо говорящие о том что только 5-10 процентов случаев рака обусловлено генетикой остальные образом жизни курение алкоголь состав диеты и ожирение загрязнение окружающей среды инфекции стресс снижение активности и в топе причин само собой курение 25-30 процентов онкологической смертности и 30-35 процентов так или иначе связывают с диетой и ее последствиями конечно мы не можем убрать все факторы риска но мы можем снизить многие питанием всегда очевидный но недооцененный аспект по развитию пищевой индустрии начиная с 50-х годов 20 века растет ожирение ожирение прямой вклад в развитие сердечно-сосудистых и диабета перекосы в питании выливаются в хронические воспалительные процессы сердечно-сосудистые заболевания и в онкологию самое печальное то что среднестатистический гражданин ничего не знает о том как надо он имеет некие иллюзии касательно зожа знает что пить нужно в меру курить плохо еще сахар вроде вредно что-то там про глютен и на этом все но его барабан совершенно пусто относительно таких вещей как достаточное потребление белка не огромное просто нормальная потому что это дорого и вредно же почки там отвалится или печень прямой опасности транжиров которые сейчас к счастью законодательно ограничили а до недавнего времени соотечественник покупал себе и ребенку полуфабрикаты стран жирами они с пальмовым маслом которое фактически безопасно ну как минимум она нейтрально и еще ностальгировал по маргариновым тортам из советского детства которые ах не то что сейчас опасности избытка насыщенных жиров которые портят липидный профиль и исправно сводят в могилу жителей снг и балкан потому что говядина и курица сухо и невкусно жирная свинина и баранина самое то и такой же жирный фарш сливочное масло и привет инфаркт в 40 с небольшим необходимость есть растительность прежде всего овощи и фрукты без которой микрофлоры жкт имеют совершенно не оптимальный для жизни здоровья самочувствия и мотивации состав привет воспаление депрессия и рак но ведь жевать такое дорого и скучно в россии огурцы бывают дороже мяса качество жиров не малейшего понятия о том какое масло льют на сковороду зачем и сколько не понимают зачем переплачивать ведь мама всегда жарила на этом и норм а рыбий жир им не вкусно оливковое не так пахнет орехи дорого что имеет смысл хотя бы раз в жизни посчитать калории и бжу чтобы реально увидеть и понять где перекосы и задуматься о том что совсем этим делать еще в копилочку эффективности превентивных мер в рамках для диабет превеншин программы программы по предотвращению диабета второго типа среди людей с ожирением самые лучшие результаты показала именно изменение образа жизни то есть питание и тренировки а уже следом терапия метформином я уже ранее писал и говорил что любая даже абсурдная диета которая приводит к снижению процента жира уже значительно поправляет здоровье что непременно отражается в анализах также как и самая дурацкая программа для зала будет приносить незаурядный результат если впахивать самоотдачи несмотря на отложенные результаты вполне сложившиеся недуги можно попытаться поправить наладив питание и образ жизни в целом напоминаю что у меня на курсе и во время онлайн работы с людьми беременную беременеть те кто не мог годами внезапно обнаруживается улучшение качества кожи волос ногтей и так далее просто потому что криво ели буквально годами мы не занимаемся лечением не можем гарантировать результат касающихся аспектов здоровья но регулярно его наблюдаем не правда ли стоит попробовать над сам над самой основой своей жизни а затем уже браться за медикаменты большинство людей живут и жрут во тьме потому что они никогда не видели свет им никто свет и не показывал только какие-то суррогаты из мира зож большинство заинтересованных смотрит не туда и не то живут в каких-то мракобесных представлениях о сложном пути состоящем из мучительного голода и изматывающего тренинга некоторые даже практикуют передают из уст в уста байки про токсичный сахар про ужасный холестерин не пьют чтобы не опухать не едят соль чтоб не отекать отказываются от хлеба и молочки хотя спокойно переносят глютен и лактозу задумчиво сверяют гликемические индексы у разных видов риса почему и зачем сами не знают кто-то добрый с умным видом подсказал миссия проекта из котлеты в атлета состоит не только в том чтобы обезжирить всех желающих там за деньги конечно но и в том чтобы поднять уровень осознанности сограждан и не только что для меня в принципе дороже денег необходимо понять что для результатов нужно работать и зачастую долго работать но это имеет мало общего с тем мракобесием которое творится в индустрии что снизить процент жира это не только красиво но и полезно что тренировки это хорошо и приятно что форма можно и нужно удержать что можно есть не толстеть до ведьма что нет продуктов которые зло ну или почти нет и что реально зло это недостаток знаний и нежелание их совершенствовать и что наладив ряд простых и доступных моментов что-то типа белка клетчатки выбора жиров тренинг можно прибавить здоровье больше чем за годы долботренинга и курогречневого питания и у горе трениров а также чисток голоданий и детоксов отваров визуализации и аффирмации визуализации